Доброе утро, дорогие друзья! На канале Россия доброе и полезное утро пятницы. Сегодня в нашей программе мы расскажем о том, как на своих грядках вырастить вкусную ароматную клубничку. А еще совсем скоро в этой студии появятся юные читатели. Но все это сразу после прогноза погоды на нашем канале. Не переключайтесь! В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 13-15, а днем 22-24 градусов тепла. Завершается календарная весна и буквально через несколько дней наступит июнь, первый летний месяц, так называемый летний сезон 2023. Да, безусловно, на прилавках магазинов, рыночных торговцев давно уже красуются красивые, очень красивые овощи и фрукты. Но давайте скажем честно, клубничка-то еще не та на вкус, и аромат у нее не очень пока. А вот для тех, кто хочет вырастить на своем огороде вкусную, ароматную ягоду, наш первый сюжет. На даче у Инали Мухаджировича Магометова чего-то только нет. Тут тебе и разнообразная зелень, и необычный крымский чеснок величину из добрую картошку, и клубника трех сортов, и кизил, и даже груша из Турции. В 1991 году открыли границу между Россией и Турцией впервые. Ну, я как один, я в это время уже был на пенсии, ну, я поехал, там города Трабзон, Уния, Риза, где чай выращивают турецкие, знаменитые, Самсун, все эти города мы проехали. Впервые я увидел Турцию, там продавал один турецкий, груши, яблоки, все тому подобное. Ну, я и моя семья, мы любим груши. Я у него купил маленькую веточку, привез, посадил. С 91-го года, ну, вот, последние пять лет урожай давал, давало дерево, ну, настолько вкусное. Кому, кто бы ни пробовал, только один хвостик остается, все съедаю. Смахтная, ароматная? Ароматная, вкус вообще бесподобный. Груш у меня много, птицы не едят, только эту едят. Да уж что. Да. Несколько лет назад дерево заболело, спасти его не удалось. Однако наш хозяин и тут нашел выход. Чтобы спасти, я черенком привил, привил к другой, ну, к груши. А вот предмет особой гордости хозяина. Любимая яблонька, тещина. Родом она из села Андеевка, Саратовской области. Таких яблок в Карачаевой Черкесии нет ни у кого, уверен Эналь Магометов. Антоновка дает такие фрукты. Сорвешь, домой занесешь, несколько дней, аромат стоит во всей квартире. Вкус изумительный. Все запах заходят, не поймут, что это за запах. Я говорю, яблоки, они крупные. Эти необычные яблоки пришлись по душе не только хозяину. Их полюбили и различные насекомни. Муравьи приносят тлю. Тля размножается в ужасных размерах. Они сосут молодые побеги деревьев. А муравьи защищают тлю. Чтобы этого избежать и химию не использовать, я золой лично пользуюсь, я не знаю, как другие. Вокруг дерева золу насыпаю, муравьи уже не подходят. Таких фишек у Инали Мухаджировича много. И это тем более удивительно, учитывая, что всю жизнь он работал в уголовном розыске. На его счету ни одно задержание особо опасных преступников. Сотни раскрытых дел. За личное мужество при ликвидации бандформирования Инали Магометов был награжден орденом Красной Звезды. Сегодня с таким же энтузиазмом занимается садовыми подопечными. На даче работа – это моя жизнь сейчас. Я выращу какую-нибудь веточку, радуюсь. Вот у меня клубника, много таких растений, как за детишками хожу. Клубника у Инали Магометова, как царица на особой подушке. Если это не постелить, черное, как полотно, плоды гниют на земле. Чтобы клубника хорошо плодоносила, нужно произвести своеобразную подрезку. Чтобы не тяжело было клубники, мы лишние вот это, которые под названием усиков, для размножения, они пока не нужны мне. Поэтому я должен их удалить. Таким путем кусту помочь клубнике крупнее и вкуснее, чтобы выросла клубника. Чтобы она не тратила полезные. Да, 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 да. Все правильно ты говоришь. Проверяем каждый кустик. Лишних усиков много. Удаляем их, а заодно омолаживаем грядку. Этот куст без плодов. И усик как раз на земле лежит. Ее необязательно. И вот для размножения я его оставляю. Этот усик остается. И через несколько недель будет нормальный, хороший, плодоносящий куст. Полноценный куст вырастет. Я на этом месте свежий молодой куст посажу. На отдельном участке у Инали Мухаджировича находится целый клубничный детский сад. Переедя в подготовительную группу, эти кустики отправятся на грядки и будут плодоносить до конца осени. А значит, вся семья вместе с внуками на всю зиму будет обеспечена вкусным вареньем и компотами. Ну что ж, я надеюсь, что наши садоводы-любители получили нужную и полезную для себя информацию. А мы продолжаем наше доброе утро. И сейчас я с большим удовольствием представляю вам наших утренних гостей. С удовольствием представляю Ольгу Каргинову, заместителя директора Детской республиканской библиотеки имени Никулина. Доброе утро, Ольга. Здравствуйте. Я прошу вас представить ребят, с которыми вы сегодня к нам пришли. Ой, сегодня пришли со мной совсем непростые ребята. Это Локотков Максим и Полуянова Аделина, одни из самых лучших наших читателей. Мы с вами встречаемся, ребята, накануне замечательного дня. Есть такой день, он отмечается 27 мая, Цероссийский день библиотек. И вот я так понимаю, что вы как главных, почетных читателей, пользователей вашей библиотеки, вы сегодня с ними пришли, верно? Конечно, да. Я думаю, что это для них своеобразное поощрение. Ну и нам приятно похвастаться своими читателями, умными и красивыми. Ольга, чем сегодня библиотека дышит? Как пополняется фон библиотечный? Чем вы сегодня радуете своих юных читателей? Ну, дышит библиотека интересами своих читателей. Главное у нас в библиотеке, это, конечно, дети, наши читатели, наши пользователи. Ну, пополняется библиотека с учетом их пожеланий. В библиотеках, как всегда, есть такая тетрадь отказов, куда мы записываем то, чего не нашли в фонде, и на основании этого потом пополняется. Ну и кроме того, сейчас у нас в Российской Федерации есть разные конкурсы, в которых принимают участие современные детские писатели. Это Книгуру, Михалкова конкурс, Крапивина. И мы победители этих конкурсов, которые издаются, закупаем, и они есть у нас в фонде библиотеки. Вот. По произведениям современных авторов российских мы издали вот такие две брошюрки «Талантливое лето». Именно по современным российским авторам. Летом ребята могут прийти и по ним читать, знакомиться с творчеством современных российских писателей. Не просто каталог, а с творческими заданиями по прочитанным книгам, выполнив которые, они в сентябре станут победителями летних чтений и получат призы. Ого себе, перспективочки классные. Ну теперь давайте с вами поближе познакомимся, юные читатели. Аделина, ты в каком возрасте пришла в библиотеку? Ну, в возрасте где-то 9-10 лет. Я с 5 лет читала Корнея Чуйковского. Чуйковского? Да. Знаешь его? Да. Ну, вернемся к этому чуть попозже. А еще какие любимые у тебя авторы есть? Тамара Крюкова, Мария Семенова и Джон Роллинг. Это современные? Да, современные. Современные литераторы, они пишут именно для детей и подростков, правильно? Да. А чем тебя привлекают эти авторы? Расскажи, пожалуйста. Ну, они пишут очень интересные и поучительные книги. И, то есть, вот, когда вот читаешь любые вот книги, ты окунаешься и как будто, ну, туда окунаешься и вот представляешь, как твой иной персонаж выполняет какое-то либо действие. Ну, окунаешься поближе в этот... В сюжет, да? Да, в сюжет. Ты знаешь, со мной то же самое происходит. Вот когда я читаю какую-то захватывающую литературу, вот как кинолента все складывается, правда? Да. Вот у тебя и герой свой нарисовывается, и сюжетная линия своя вырисовывается, там, герои положительные, отрицательные. Ты именно по-своему себе представляешь. Вот я, например, так читаю и люблю так читать. А еще я скажу вам, ребят, честно, я не люблю электронные книги. Я люблю книги печатные, такие уже старенькие, такие уже, которые уже не один год пережили. Вот чтобы перелистывать страничку, так она так шуршит, хорошо. Ну, вот это, наверное, издержки возраста. Но мне понравилась твоя идея, что ты любишь Чайковского. Такая мысль прозвучала. Предлагаю тебе такой небольшой батл. Идет? Давай. Давай я строчку, а ты строчку. Идет? У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Путов пять или шесть, много он не съест. Он у меня еще маленький. Спасибо тебе большое. Классно знаешь Чайковского. Максим, в каком возрасте ты пришел? Кто у тебя приел в библиотеку? Я пришел в возрасте в пяти лет. Ничего себе. Первый раз привела мама. Ты еще даже в школу не ходил тогда, да? Начал читать до школьного возраста. У нас есть такая творческая лаборатория лучик, куда детки ходят и занимаются еще дошкольники. И вот Максим был ее активным посетителем, участником. Сейчас его брат туда ходит. Младший? Да. Да, Максим? Да, ходит. Максим, ну расскажи, что же тебя там привлекает в этой библиотеке? Меня привлекают новые современные авторы и писатели. Они пишут захватывающие приключения. Ты окунаешься в это, ну и само собой, то есть как будто ты соучастник этой книги, как будто ты... Ты становишься одним из персонажей, да? Ну, как будто я становлюсь одним из персонажей. Классно. И, конечно же, у тебя в итоге складывается свое впечатление, да, в этой книге? Да, у меня создается свое впечатление. Ну, а любимый автор есть? Да, Катя Матюшкина. Она пишет современные сказки и рассказы, такие как Кот да Винчи. И другие. Но я по секрету знаю, что ты целую серию, да, уже... Да, я собрал целую серию. И вот ты прям берешь маму, ставишь к стенке и говоришь, вышла новая книга Матюшкина, купи мне. Да. Именно так происходит, да? Именно так. Ребят, ну вот сегодня существует мнение, что дети, поколение ваше и постарше, не читают. Почему? Потому что гаджеты, телефоны, интернет и так далее. Что бы вы сказали сегодня своим сверстникам? Какие аргументы, может быть, привели для того, чтобы привлечь их в библиотеку? Ну, библиотека — это место, где можно почитать, ну, интересные книги и журналы, ну, со своим любимым автором или со своим любимым героем. Вот. Также библиотека — это место, где можно, ну, заводить новое общение, узнавать что-то новое, полезное для себя. А также в библиотеке проходят интересные, ну, интересные программы, такие как лекции, семинары, и они могут стать, ну, полезные для кого-то и получать нужную информацию и улучшать память. А, Дарина, ну, из того, что ты сейчас перечислила, тебе что больше всего нравится? Ну, мне нравится, ну, вообще читать нравится, книги в свободное время. То есть мне нравится быть частью в библиотечном мире, узнавать о какой-нибудь новой книге там или о каком-нибудь новом сюжете там. Ну, а друзей ты много завела, вот, общаясь в среде библиотечной? Ну, в принципе, да. Появились, да, друзья? Да. Одномышленники, единомышленники, да? Да. Классно. Максим, а у тебя? Какое мнение вот по этому поводу? У меня совсем недавно появился друг, он вообще не любит читать. Я ему предлагаю сходить в библиотеку, рассказываю о интересных авторах, которые мне нравятся, говорю интересные книги, он все равно отказывается. Ни разу не пошел с тобой? Ну, всего лишь один раз. И ты его не убедил, да, не склонил к этому делу уходить и записаться в библиотеку. Не получилось пока? Не получилось. Но ты же не оставляешь свою идею привлечь? Я не оставляю. Ну, это по-мужски, а главное по-дружески. Ведь ты же к хорошему делу хочешь его приучить, правильно? Да, я думаю, мы поможем Максиму в этом деле при общении друзей в библиотеку и вообще всем остальным, поскольку 26 мая наша библиотека присоединяется к всероссийской акции «Библия ночь». Ну, у нас пройдут «Библия сумерки» с 4 часов. Мы приглашаем всех желающих посетить бесплатно наши мероприятия. Думаю, будет интересно и твоему другу. У нас в программе мастер-классы студентов и преподавателей колледжа культуры и искусств по актерскому мастерству, по народным танцам. Мастер-классы проведут некоммерческая организация «Зайцев Клаб» по росписи гипсовых фигур, которые потом художники с собой смогут забрать. Турнир по шахматам среди любителей «Игра королей». Будет лекция Шолухова Николая. Он участник первого запуска «Человека в космос». Был участником запуска Гагарина. Вот тоже в рамках «Библия ночи». Специально для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет мастер-класс с любовью к родной природе по изготовлению объемных фигур из бумаги животных. Ну и, конечно, у нас уже традиционно в библиотеке проходит рисование песком, изготовление фигурок животных из воздушных шаров. Так что, я думаю, если твой друг придет, ты приведешь его, то вы найдете чем заняться в библиотеке. Конечно, найдем. Будем вас ждать. Аделина и твоих друзей тоже. И всех желающих. А взрослым можно? Взрослым тоже можно. Приводите с собой детей, поскольку мы все-таки детская библиотека. Республиканская детская библиотека имени Сергея Петровича Никулина располагается на улице Международной, 85. И мы ждем всех, еще раз повторю, 26 мая с 16.00. Мы рады видеть всех. Спасибо большое. Классное мероприятие предстоит. Оль, мы сегодня пытали ваших, так сказать, коллег, я бы даже сказала, да? У вас есть любимый автор в вашей библиотеке? Вы знаете, у меня в последнее время, вот как раз, когда мы готовили эти издания, появилась любимая писательница Нина Дашевская. Это вот современный писатель, она молодая женщина, она сама музыкант, играет на скрипке в оркестре каком-то московском, ну и пишет книги. Произведение, которое включено в эту программу для детей 12-15 лет «День числа Пи». Рассказывает, это такая, из двух частей состоит, одна часть рассказывает о мальчике, слегка вундеркинде, а вторая часть о его противнике, вот они учатся в одном классе, и мальчик, который нестандартно умный, не такой, как все, он хочет быть, как все. И он страдает от того, что он особенный. Он воспринимает мир через музыку и через математику, вот в нем это как-то сочетается. А второй мальчик, он тоже очень умный и талантливый, но он, как все, а он хочет быть особенным. И вот книга об их противостоянии, о том, как развивались их отношения. Ну, они были влюблены в одну девочку, куда же без любовной истории в книгах для подростков. В общем, очень интересная книга, рекомендую всем. Нина Дашевская, замечательный писатель. Вообще в этих книгах, в этих сборниках «Талантливое лето» очень много разных произведений. Аделия Амраева, которая затрагивает тему, ну, суицида. Вот, подростки, да. Подросткам, я думаю, будет интересно. Ну, во всех практически есть любовная линия. Интересно? Про любовь всегда интересно, в любом возрасте, правда, ребят? Да, очень интересно. Сказал Максим. Отношения с друзьями, отношения со старшими, какие-то вредные привычки, зависимости, как их преодолевают подростки, как помогают своим друзьям. Обо всем этом рассказывают современные авторы. Главное, языком не таким, каким они читают, да, классическую литературу, а попроще. То, что более приближенное к современной нашей действительности. У каждого поколения свои кумиры, свои любимые авторы, литераторы. Это правильно. Ну, Пушкин на то, он и гений, чтобы его любили всегда. Его сказки вообще вне конкуренции, которые написаны давным-давно, но и сейчас его язык воспринимается очень легко, и нет никаких проблем с чтением Пушкина. Вам легко читать Пушкина? Пушкина очень... Пишет легко. Читать легко. Там нет сложных слов, ну, как суперсложных слов. Да, непонятных, да, пока вот для тебя, для твоего поколения. Ой, ребят, спасибо большое. Я так рада, что вы были сегодня у нас в гостях. И мы, самое главное, познакомились с вами и поделились важной информацией для телезрителей. Я надеюсь, что мероприятие, которое готовит библиотека, состоится, будет аншлаг с посетителями, и после него библиотека пополнится новыми читателями. Спасибо большое за эту встречу. Ждем вас на летних каникулах. Поделитесь с нами, с прочитанными новыми книжками, новыми героями. Хорошо? Договорились? Обязательно. Приглашайте, придем обязательно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, программа на этом завершается. Следом за нами программа про здоровье. Мне остается попрощаться с вами и пожелать вам всего самого доброго. Проведите ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. До свидания.